Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу главную причину, почему сохнут листья у вашего спацифилума и он у вас не растет и не цветет. Многие говорят, что спацифилум это очень экзотическое растение и требует дополнительного ухода, внимания, освещения, большого количества подкормок. Но я считаю, что это не так. Все очень просто. Иногда можно применять практически бесплатные подкормки для спацифилума и он будет у вас прекрасно расти и, конечно же, зацветет. Самое важное для спацифилума в домашних условиях это, конечно же, создание ему подобного микроклимата, как он растет в природе. А он произрастает в заболоченных лесах, даже на реках, речах, различных ручейках, а также на протяжении года, где он растет, сохраняется температура в среднем 23-29 градусов. То есть ему очень тепло, комфортно и повышенная влажность. А родина нашего любимого цветка это тропики Америки, то есть Южная Америка. И, кстати, насчитывается более 40 видов именно спацифилума, разного, интересного, их очень много. Но мы выращиваем в основном стандартный, стоит он в магазине недорого. Можно купить маленькое растение в среднем за 200-250 рублей и далее уже выращивать самостоятельно. Многое зависит от вашего грунта. Вот я свой грунт именно постоянно подкисляю, тогда у меня все полезные макро и микроэлементы спацифилум лучше усваивают. Именно с помощью такого грунта он постоянно усваивает все, что я в него вношу. Вот почему у меня такой большой, пушистый, листики. Ну да, есть некоторые подсохшие самые кончики, но в основном все листья очень красивые. И как раз главная причина она и есть, что у нас у всех растет практически в нейтральном грунте, а у многих даже в обычной огородной земле. Итак, как же подкислить грунт, чтобы наш спацифилум прекрасно рост? Есть одно простое бесплатное средство, которое есть у вас у всех дома. Я использую для подкисления лимонную кислоту, обычную лимонную кислоту, которую использую в выпечке. Можно подкислять именно таким способом, но лимонная кислота, она не сохраняется долго и приходится постоянно, периодически подкислять грунт. Помимо этого я еще применяю органические удобрения, они тоже подкисляют грунт. То есть можно растить в нейтральном грунте, но нужно обязательно его подкислять хотя бы периодически. Тогда спацифилум будет прекрасно расти. Я применяю одну чайную ложку на один литр воды. Вода должна быть всегда отстойная, комнатной температуры и желательно более теплая. Также можно делать душ для нашего любимого спацифилума и далее тоже опрыскивать, например, с янтарной кислотой. Янтарная кислота тоже поступает через листовую пластину в корневую систему. Тщательно перемешиваем. Перемешивается в среднем за несколько минут. И можно, кстати, будет сразу поливать. Этот раствор я не храню, я подкисляю грунт и еще в антуриуме иногда. Но об этом я сниму другое видео. Растворяется, смотрите, быстренько, практически моментально. Если, например, не подкислять грунт вообще, что будет происходить с пацифилумом? Если его не подкислять, то он перестанет усваивать и калий, и кальций, и многие другие элементы, которые ему необходимы. По листу с лимонной кислотой я не опрыскиваю, а использую именно янтарную кислоту. Так намного удобнее и безопаснее. Янтарная кислота применяется от порошочка 0,2 грамма до 0,5 грамма для взрослого растения. Если у вас маленькая, то значит 0,2 грамма на 1 литр воды. И опрыскиваем раз там 3-4 дня. Это минимум. Это только с янтарной кислотой. Помимо этого, опрыскиваете даже и с эпином можно, и со стимулятором HBA-101. С пацифилумом вообще обожает такие стимуляторы и прекрасно их воспринимает. Можно применять просто одну таблетку аптечную тоже на литр воды и опрыскивать вот так вот по листу. Я уже развела заранее. И опрыскиваем. Смотрите, тщательно опрыскиваем, чтобы каждый листочек был у нас именно мокренький. Можно это делать и в ванной, если, например, боитесь замочить там мебель, либо тюль, либо штор. Поэтому, если хотите прям тщательно, то делайте все это, конечно, в ванной. Смотрите, за листочками все листики, все веточки, все-все-все. Можно также и опрыскивать грунт. А также можно поливать янтарной кислотой хотя бы один раз в 10 дней тоже для профилактики. Янтарная кислота тоже чуть-чуть подкисляет грунт. Итак, у нас лимонная кислота растворилась. Как поливать спацифилом с лимонной кислотой? Периодичность и какое количество? Вот, смотрите, у меня здесь литр воды. Водичка чуть стала мутненькая. Это все нормально. И поливаем тщательно. У меня здесь литр воды и горшок 4 литра. В среднем сейчас у меня уйдет около 300-400 миллилитров. Поливаем хорошенько. Для подкисления грунта можно использовать до полулитра на 4-5 литров горшок. Если у вас поменьше, значит берем поменьше раствора. И вот, смотрите, у меня очень хороший влагопроницаемый грунт. Вот моментально все опускается в поддон и корневой системе все это не задерживается. Хотя спацифилом он считается именно водохлебом. Он любит воду, но все же застаивать там воду не нужно. Он может загнить. Корневая система заболеет. И значит листики будут вянуть, заболеют тоже. И может даже просто перестать расти. Поэтому все делаем правильно, в меру и, конечно, с периодичностью. Можно поливать 1 раз в 10-14 дней курсом до 3-4 раз. Далее для подкисления используем другие методы, чтобы наш спацифилом не привыкал именно к лимонной кислоте. Ну а на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok